Но понять поможет физика! Лихревое электрическое поле Согласно теории Максвелла, всякое переменное магнитное поле возбуждает в окружающем пространстве электрическое поле, которое и является причиной возникновения индукционного тока в контуре. Это первое основное положение теории Максвелла. Но понять поможет физика! Циркуляция вектора напряженности E с индексом B этого поля по замкнутому контуру L равна интегралу по замкнутому контуру L от проекции вектора напряженности с индексами B и L и равна скорости изменения магнитного потока со знаком минус. По определению поток вектора B равен интегралу по площади S от скалярного произведения вектора B на вектор DS. Циркуляция вектора напряженности E с индексом B этого поля по замкнутому контуру L равна интегралу по площади S со знаком минус от скорости изменения магнитного потока B. Электрическое поле E с индексом B возбуждаемое переменным магнитным поля по замкнутому контуру L равна интегралу по площади S со знаком минус от скорости изменения магнитного потока B. C это первое уравнение системы Максвелла для электромагнитного поля. Но понять поможет физика! Ток смещения Максвелл предположил, что аналогично магнитному полю и всякое изменение электрического поля вызывает в окружающем пространстве вихревое магнитное поле. Максвелл назвал переменное электрическое поле током смещения. Кто понять поможет физика! Поле плоского конденсатора вектор D всегда направлен от положительной пластины к отрицательной. Но в случае, если электрическое поле возрастает, то скорость изменения электрического смещения D, а следовательно и ток смещения направлены так, как показано на рисунке. Кто понять поможет физика! Если же электрическое поле убывает, то скорость изменения электрического смещения D направлена от отрицательной пластины к положительной. И магнитное поле противоположно по направлению с первым случаем. Плотность тока смещения равна скорости изменения электрического смещения D. Если в каком-либо проводнике имеется переменный ток, то внутри проводника существует переменное электрическое поле. Поэтому внутри проводника имеется и ток проводимости, и ток смещения. И магнитное поле проводника определяется суммой этих двух токов. Плотность полного тока G равна сумме тока проводимости G и тока смещения, который равен скорости изменения электрического смещения D. Полный ток всегда замкнут. Максвелл обобщил теорему о циркуляции вектора H, использовав полный ток. Циркуляция вектора H по замкнутому контуру L, большое, равна интегралу по площади S от суммы тока проводимости G и скорости изменения электрического смещения D. Обобщенная теорема о циркуляции вектора H представляет собой второе уравнение системы уравнений Максвелла для электромагнитного поля. Уравнение Максвелла в интегральной форме. Система уравнений Максвелла в интегральной форме. Циркуляция суммарного поля E по замкнутому контуру L, большое, равна интегралу по площади S со знаком минус от скорости изменения магнитного потока B. Но понять поможет физикал! Теорема Гаусса для поля D. Поток вектора D через поверхность S равен интегралу по объему от объемной плотности ρ заряда. Но понять поможет физикал! Циркуляция вектора H по замкнутому контуру L, большое, равна интегралу по площади S от суммы тока проводимости G и скорости изменения электрического смещения D. Теорема Гаусса для поля B. Поток вектора B через поверхность S равен нулю. Из уравнений Максвелла следует, что источниками электрического поля являются либо электрические заряды, либо изменяющиеся во времени магнитные поля. Магнитные поля могут возбуждаться либо движущимися электрическими зарядами или электрическими токами, либо переменными электрическими полями. Переменное магнитное поле всегда связано с порождаемым им электрическим полем. А переменное электрическое поле всегда связано с порождаемым им магнитом. То есть электрическое и магнитные поля неразрывно связаны друг с другом. Они образуют единое электромагнитное поле. Система материальных соотношений Для того, чтобы система уравнений была полной, ее необходимо дополнить материальными соотношениями. Вектор электрического смещения D равен произведению электрической постоянной ε0 на электрическую проницаемость среды ε и на вектор напряженности электрического поля E. Вектор магнитной индукции B равен произведению магнитной постоянной μ0 на магнитную проницаемость μ и на напряженность магнитного поля H. Ток проводимости G равен произведению удельной проводимости вещества γ на напряженность электрического поля E. Уравнение Максвелла в дифференциальной форме. Ротор вектора напряженности E равен скорости изменения магнитной индукции со знаком минус. Дивергенция вектора электрического смещения D равна объемной плотности ρ заряда. Ротор напряженности магнитного поля H равен сумме токов тока проводимости G и тока смещения, который равен скорости изменения электрического смещения D. Дивергенция вектора магнитной индукции B равна 0.